Привет, ребята, это Алена, вы на моем канале, вы на канале с медицинским психологом, вы на канале про здоровье, здесь про нутрицептики и про ваше здоровье. Сегодня говорим про классную тему, и это тема страх неизвестности. Соответственно, если есть страх неизвестности, и ты чего-то боишься, боишься потерять чего-то, боишься чего-то лишиться, или вообще боишься что-то создать, ну так бывает, что ты чего-то боишься. Страх неизвестности это нормальная вещь, когда ты переезжаешь, когда ты что-то создаешь, когда ты, когда ты делаешь то, что никогда раньше не делал. Соответственно, в этом видео я расскажу все, что нужно для того, чтобы перестать, блин, бояться, ну реально. Страх неизвестности, как жить дальше. Если у тебя случилась хоть какая-то потеря, или какой-то момент, который нанапрягал тебя, сильно напрягал тебя, и так бывает, что нас напрягают разные вещи. Напрягают отношения, напрягают переезды, смены, работ. И когда ты на новом месте, то это нормально, нормально бояться чего-то, нормально чувствовать, что что-то происходит, и твой организм с чем-то справляется. Важно вот что делать. Когда ты боишься, важно научиться не замирать. Вот люди, которые от неизвестности замирали, они оставались в каком-то, простите, говнеце. Люди, которые от неизвестности начинали так вот дергаться хаотично, то есть есть люди, которые туда вложили деньги, тут курс купили, не поняли, что делали. Потому что была неизвестность, и надо было что-то делать. И они на этом хайпе, на этой всей истории, которая была и внутри, и снаружи, они начинали делать какие-то вещи, которые просто чисто разрушали физически. И я могу сказать, что страх неизвестности бывает, создает либо условия для роста, когда ты такой, блин, боюсь, вообще не понимаю, что делать, ну, надо делать, надо попробовать, хочу попробовать. И из-за страха неизвестности человек, наоборот, выдает результаты. А есть люди, которые испугались неизвестности, спрятались, там, взяли какую-нибудь соску, сигаретку и стоят, трясутся, как суслики. Вот это про страх неизвестности и замирание. Во многих случаях, чтобы справиться с страхом неизвестности, нужно попробовать делать так, как раньше не делал. Попробовать создавать так, как раньше не создавал. Попробовать, вот слово, не бойся, не бояться, не смотри на розовую корову, не видь перед глазами сейчас розовую корову, которая там писает и ест зеленую траву. Не видь эту корову, не видь, не видь, не видь, не видь розовую корову, которая писает и ест зеленую траву. Вот, ну, это про то же, это просто боль. И у людей, которые боятся неизвестности, они обычно остаются там же, потому что они видят всю свою розовую корову и запрещают ее себе видеть. Не запрещай себе ничего, боишься, бойся, ну описаешься ты, ну подотрешь, ну НРС будет, ну Алена тебе скажет какие добавки, чтобы НРС твой прошел, ну боишься чего-то, а вдруг ты завтра умрешь? А вдруг у тебя что-то произойдет с близким? А вдруг у тебя, вот если ты будешь жить, а вдруг, а вдруг, а вдруг ты не будешь успевать делать что-то в реальности? Это очень ужасно, когда ты просто акцентируешься не на том. А я всегда рекомендую своим клиентам делать акцент на том, что им нужно сделать. И все. И если у тебя есть страх неизвестности, делай, наоборот, делай, у тебя обязательно получится. И если боишься переехать, продумай все до мелочей, представь, например, себя там и что там будет дальше. Если боишься там заболеть или что-то, представь, что будет, если ты заболеешь. Если боишься выйти замуж или жениться, ну представь, что ты это уже сделал, что тогда изменится. И представляй самые худшие способы и вообще все моменты, которые с тобой могут произойти, если ты вдруг это совершишь. В общем, вот такие вот мелочи, дорогой мой. Но они дают тебе большую-большую возможность. Реализовывай себя прямо сегодня. Приходи ко мне в консультации. Подписывайся на мой канал. И пиши комменты. Потому что да, потому что мы рядом, мы близко. И мы создаем жизнь с тобой.